Армия РФ продолжает продвигаться на Донбассе. Владимир Зеленский повез план победы в Европу. ВСУ не получат эскадрилью F-16 до конца года. Я Кристина Терещенко. Это итоги 17 октября от команды новостей Донбасса. Мы начинаем. А начнем с событий на линии фронта. Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. Об этом сообщают аналитики Deep State. Продолжают наступать россияне и на Донбассе. Согласно данным осинтаналитиков, за сутки оккупанты продвинулись в районе Селидова и Новоселидовки, поселка Нью-Йорк, а также села Катериновка. Тем временем на Покровском направлении ВСУ отбили очередное наступление россиян в районе Михайловки. На этих кадрах видно, как россияне пытаются штурмовать к северо-западу от населенного пункта, но получают отпор от сил обороны Украины. Кроме того, в Луганской области оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ в районах Балки, Журавки и Грековки. По словам главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, армия РФ наносит удары по селам, укреплениям украинских военных и логистическим путям. О продвижении россиян в этом районе информации нет. В то же время в Минобороны РФ заявили о захвате села Максимилияновка в нескольких километрах от Курахова. Однако в украинском генштабе эту, а также другую информацию о последних продвижениях россиян пока не комментировали. В Горловке Донецкой области снова жертвы. Один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Как сообщают в оккупационной администрации в Никитовском районе города, при сбросах взрывоопасных предметов с дрона погиб 35-летний мужчина. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Также поврежден жилой дом и автомобиль. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер Сино, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы уже оставили по ссылке в описании видео. Владимир Зеленский после оглашения плана победы в Верховной Раде отправился обсуждать его с западными союзниками. Так, сегодня в ходе выступления в Евросовете президент подробнее рассказал об одном из пунктов плана размещения на территории нашей страны стратегического неядерного пакета сдерживания. Мы хотим разработать пакет стримирования, который приводит Россию в участие в мирных переговорах под загрозой уничтожения их военных целей. Тем временем политики западных стран продолжают комментировать план, предложенный Зеленским. Так, посол США при НАТО Джулиан Смит уже заявил, что Альянс не планирует приглашать Украину к вступлению в ближайшем будущем. По словам дипломатки, позиция НАТО относительно будущего членства Украины в Альянсе является очень четкой. Мы заявили этим летом на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне, что Украина находится на необратимом пути к членству и станет членом Альянса. Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Альянс обсуждает предоставление приглашения Украине в краткосрочной перспективе. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рюте отметил, что в плане есть много нюансов, в которых, цитата, нужно разбираться. Он акцентировал, что НАТО продолжает поддерживать Украину, которая впоследствии станет частью Союза, но когда – это вопрос времени. Конкретные сроки Рюте называть не стал. В то же время в Евросоюзе считают, что Украина нуждается в более мощных гарантиях безопасности. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеф Боррель. По словам главы европейской дипломатии, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров – это победить на поле боя. Украине не удастся собрать полную эскадрилью истребителей F-16 до конца года. Такое количество самолетов в СУ, вероятно, получат к весне или лету 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal. Как сообщают журналисты США, переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение может на многие месяцы сместить срок перед тем, как Украина получит полную эскадрилью самолетов. Оно якобы было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Также, по мнению американцев, младшие кадеты будут более открытыми к западной учебе. По данным издания, сейчас 8 украинских курсантов уже обучаются на F-16 в Румынии. Еще 8 опытных пилотов завершают обучение в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как эта, выходят с понедельника по пятницу на YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропускать. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok